Привет, друзья! Меня зовут Анна, и сегодня на канале Рене Ревью мы поговорим с вами о очень необычных и интересных куколках Мистикс. Это уникальные и стильные девочки-вампиры от производителя PlayHard, в которых скрываются две личности. Мистикс можно от Мистикс, смеси кукол Школы Монстров и Брайтс. Выходит, что они сделаны на уровень ниже, чем Школы Монстров и Брайтс, зато они также заслуживают внимания всех любителей фэшн-кукол. Бампиры Мистикс появились у анаболых магазинах в 2012 году и сразу же привлекли внимание коллекционеров. У данных кукол есть своя уникальная идея – два лица на одной кукле. Просто перевернув голову куколки, мы можем превратить ее из бампира в обычную девушку и наоборот. Что примечательно, обе стороны ее головы имеют свою форму ушек. Существует всего четыре персонажа – Калани, Сива, Таллин и Азра. Сегодня мы поговорим и распакуем Азу из серии Мистикс Зомбис. Давайте посмотрим на коробку. На лицевой стороне мы видим название Мистикс из серии Зомбис, а также надпись «The doll you can change face of», что переводится как «кукла, которой можно изменить лицо». Ниже во всей красе мы видим изображение персонажа в двух вариантах, хотя цвет волос на нижней картинке значительно отличается от цвета берега. Справа мы видим очень красивое изображение куколки, на котором держится дополнительный парик. Чуть выше показано изображение поворота головы куклы, ее имя и надпись, что прилагается поставка для парика. При склеивании коробки использовали не очень хороший клей, и ввиду этого при транспортировке коробка была повреждена. На оборотной стороне сразу же бросается в глаза изображение всех четырех персонажей этой серии на очень красивом, по моему мнению, постапокалиптическом фоне. Чуть выше слева мы видим надпись названия кукол из серии, такое же, как и на лицевой стороне. В центре показана другая сторона, другое лицо персонажа. А справа присутствует надпись на трех языках, в которой говорится, что в последние четыре года восставшие из мертвых девушки показывают себя на фэшн-сцене, и никогда подобного вы не встречали. Их имена Азра, Калани, Таллин и Сива. И они так свежи и мертвы. В самом низу коробки можно заметить, что сделаны они в Китае, а также производители и их размер. Думаю, все, что я могла рассказать об упаковке, я сделала. Давайте теперь мы откроем ее. Размером этой куколки чуть больше монстра. Лицо ее значительно тверже. Я до последнего надеялась, что, раз она не имеет шарнира, то, может, хотя бы она имеет пробовку в руках и ногах. Но, увы, ничего этого у нее нет. И руки, и ноги ее не гнутся совсем. Одежда ее шита очень хорошо, и сапоги выглядят просто потрясающе. Помимо самой двулигой куклы, ее обуви и одежды, в комплект также входили два парика, подставка для парика, расческа и фон. Под своей форме парики выглядят очень странно. Они имеют твердую основу, а также они прошиты не очень густо. К сожалению, Мистиксы не имеют своих родных подставок, но им вполне подойдут подставки от других кукол. Одежда от Монстров им отличным подходит. Так же, как Монстрам, подходит одежда от Мистикс. Это же относится и к обуви. Обувь от Монстряшек подходит куклу Мистикс, а обувь от кукол Мистикс подходит Монстряшкам. Если вам понравилось это видео, будьте признательны, если вы поставите палец вверх и расскажете о нем друзьям. Всем спасибо за внимание и удачи! Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok